Давай. Народ там говорит, что новые паспорта не надо принимать. Вы не в курсе? Народ. Какой народ? Вопросы на маке. Гитманский, китайский. Какой народ? Русский. Русский народ. С 1 января этого года новые паспорта с чипами. И многие соблазнились, что это не надо их принимать. Это ведет к отступлению от Христа. Я сподобился еще встречаться с людьми. Служил я в Асселькуле в Омской области. И мне сказали, говорит, батюшка, там вот за 90 километров от города, в лесу, живут три бабушки. Которые, говорит, советскую власть не признают. И паспорта советские еще. Советские никогда не брали. Они, говорят, и в тюрьме сидели. Но я расспросил примерно где и как проехать, и я на велосипеде поехал. На велосипеде. А, 90, это туда-обратно 90, за 45 километров. Я на велосипеде поехал. Утром выехал пораньше. Уже где-то к обеду я доехал. Тогда я еще молодой был. Совсем было немного. Лет 36-37. Действительно, приехали три бабушки. Александра, Эфимия и Вера. Трое они живут. Один домик стоит в лесу. Действительно, один домик. Колодец у них есть. Зимой, говорят, больше мы берем снеговую воду. Паспорта они те еще советские не брали. Считали это за грех. На советскую власть работать, на эту, говорят, сатанинскую власть, это грешно. Они не работали. Все они отсидели какие-то сроки. Одна даже три срока отсидела. Поскольку, я сейчас не помню, может, лет по пять там задавали, как за тунеядство, то, что не работает на советскую власть. Вот. Я с ними познакомился. Они меня, как бы, восприняли, полюбили. Но я их призывал, чтобы они причастились, там, поисполя. Они требовали... У них был священник, отец Александр, в Омске. Но он умер уже к этому времени, как лет восемь. Он был из таких же репрессированных. Он, по-моему, больше 20 лет в лагере. И когда он вышел, он уже в московскую патриархию служить не пошел. А вот окорблял, то есть причащал, исповедовал таких вот исповедников. Но он умер. И они оставались уже без причастия. Они бы приняли, говорят, если бы я на их глазах сжег свой паспорт. Вот. Вот так вот люди были такие. Есть еще живые тоже люди, которые также не принимали паспорта и прочее не работать, но потом приняли, стали исповедоваться, причащаться. В то время, сейчас, ну, что я скажу. Исповедники такие, они, может быть, могут по-разному рассуждать. Неправильно, они неразумно страдали или как. Но они были в этом уверены, что нельзя идти на соглашательство с этим. Конечно, если бы все бы так, если бы все православные до одного, кто называется православным, так бы поступили, то она бы и власти, может быть, такой бы и не было. Вот. Сегодня паспорта эти, ну что, ты не примешь. Еще один, да, кто-нибудь не примет этот паспорт. Что от этого? Ну ничего, это все равно. То, что идет сегодня, оно это будет, несомненно. Вот. Те биометрические паспорта, чипы, которые, это постепенно идет. За последние даже 20 лет, как прогрессирует сильно техника в этом направлении, это, ну, даже невообразимо. Мы, когда в Потеряевке поселились, то где-то только через 6-7 лет Игнатий Тихонович с трудом там где-то как-то нам радиотелефон пробил. Где он там преподавал, где-то беседовал, и там, ну, люди, которые занимаются, помогли радиотелефон. Так мы рады этому были радиотелефону, хотя мы в месяц по 2-3 раза эти аппараты возили на ремонт. Они уже устаревшие, давношние, там еще послевоенные там аппараты такие. Всегда мы их ремонтировали, только возили. Но все-таки мы могли что-то разговаривать. И вдруг, прошло совсем немного, буквально 10 лет после этого, и вдруг в каждом доме телефон, да не по одному телефону, сегодня у нас по 4 телефона в доме, в одном. Из дома в дом не будет, через дорогу перейти, он звонит, через дорогу куда? Через дорогу, звонит по телефону. Представьте, какое это, так не только по телефону, по телефону сегодня, что, фотографии. По телефону можно, говорит, и исповедоваться, по телефону можно и грешить, даже, блудить даже можно по телефону. Вот как сделали. Представьте, как техника шагнула. Что будет дальше? Ну, что? Кто устоит в этом? Блажен тот. Вот. А что, ну, знаю здесь, рассуди сам. Принимать, не принимать те паспорта, говорите. И всегда была эта осторожность, боязнь у людей. Даже те паспорта стали менять уже на эти паспорта, которые сегодня мы имеем все. И в этом усматривали люди, там, нашли там три шестерки в этих паспортах, какие там закодировано что-то там уже, просто там, ну, антихрист живет просто там, чуть ли не на каждой странице. Другие берут так, что если продукты покупать, а там, ну, сейчас везде в магазине-то это, штрих-код-то. В этом штрих-коде все говорят, что там три шестерки, нельзя покупать со штрих-кодом, нельзя брать продукты. Ну, а где только, выходит, там только в потеряйке брать продукты. У нас еще штрих-кода там не наклеивают. А так, на каждый штрих-код есть. Понимаете? Поэтому, Сережа, я тебе на это конкретно не могу ответить. Люди волнуются, волнуются, но всегда было это волнение. Вот. Есть осторожность. Что будет завтра? На завтра уже эти паспорта, эти уже отойдут. Которые, это, их не будет, совсем не будет уже этих паспортов. Понимаете? Я как-то читал в одной газетке, говорят, в Японии, у них, говорят, мобильные телефоны используются никак у нас. У нас что, разговариваем, едем там, разговариваем. У них, говорят, по телефону мобильным почти не разговаривают. Едут там в метро, в автобус, все держат в руках телефоны и что-то набирают. А чтобы разговаривали, говорят, это редко-редко увидишь. У них телефон, все. И в метро заходить, платить там и где-то, что это, это документ. Он везде может в банк там зайти. Все с мобильным телефоном. У нас еще это не скоро придет там. Ну, по-нашему за скоро, но не так скоро, скажем. У нас всегда идет опоздание, что-то на 15, там 20 лет. Пока к нам дойдет та техника поступить. У них так, есть уже. Карточки эти, которые сегодня боятся, они в 90-м году. Я был, когда в Германии, то с американцем, с одним там, русским американцем. Тогда у него уже были карточки эти все. Он уже денег, он с собой, говорит, я так, говорит, там несколько мелочек в кармане вожу, чтобы где-нибудь просто там на дороге выпить воды или что-то. А так все, карточки везде у него. В банк там на бензоколонке там заправляются. Все, только карточки. Он вытащил, у него несколько карточек этих. Все, я так удивился, он дал мне подержать в этих руках еще карточки. Удивительно же было тогда. У нас-то не было ничего. Ну, поэтому, что здесь скажешь. Вот, я паспорта за границей оформляю. Кто-то боится этого, не хочет. Можно, говорит, простой паспорт оформить. А было сообщение в одной газете, что эти вот карточки, которые, как они называются-то, будут, то можно, говорит, заранее только писать заявление, что не получать эти карточки. Речь идет не о паспортах, а о этой карточке, которые, как они называются, как-то я вам не подскажу. Универсальная электронная карта. Да, это электронная карта. То можно, говорит, что... То есть, пока в принудительном порядке, что все, этого пока нет еще. Придет, может быть, когда ты живешь. Так что, без этого никуда. Боялись? ННН. Номер ННН, это страшное что-то. А его и никто, и не надо... Его начислили, и все там это... Прочислили. У каждого пенсионера он ННН есть. У каждого. Без этого он и пенсию не получит, ничего. У каждого пенсионера ННН есть. Ты просто, может, не сообщили, не знаю. Мне сообщил Игорь Барабачевка, вот твой номер ННН. Я говорю, а как делать? Мне, говорит, там пенсиону передали. Передай, говорит, и все. Ну и все. У них на все. На ННН у них свое мнение. На паспорта у них свое мнение, что кто принял паспорт, тот печать Антихриста, там шестерки. Ну, ну, вот. А теперь перепись населения. Они объявили, что это перепись к Антихристу. Все, кто перепишется, это все записываются к Антихристу. Среднестатистический диамидовец верит, что в кошерную пищу добавляется кровь православного человека, верит в теорию заговора, сжигает паспорт и не пользуется мобильным телефоном. Герман Стерлигов увез свою семью за 80 километров от Москвы, чтобы здесь, в уединении, жить так, как он считает правильным. Стерлиговы не ходят в церковь и не признают легитимность московской патриархии. В их доме запрещены русские народные сказки, языческие выдумки. Дети не ходят в школу, гнездо разрата. Не читают русскую классику, выдумки еретиков. Не смотрят телевизор и даже не занимаются спортом. Спорт – это тоже грех. Ученые-медики тоже сатанисты, говорит Стерлигов, ибо они вмешиваются в промысел Божий. И нейрохирург, спасающий жизнь, сатанист, и доноры-сатанисты. Вот недавно был случай. Родители запретили переливание крови своему ребенку по религиозным соображениям. И ребенок умер. Стерлигов одобряет действия родителей. Все, кто переливает кровь, это вампирские практики.